Григорий Неделько, Валентин Гусаченко. Смерть им к лицу. Доктор, это довольно странно, скажу я вам. Ваше запястье, насколько я могу судить, сломано в трех местах. И раздроблены два позвонка, хотя нужен еще рентген. Но кость, выпирающая через кожу, плохой признак. Температура тела у вас ниже 25 градусов и сердце не бьется. Эрнест Мэнвилл. И что это, черт побери, значит? Death becomes her. Город откинул спальные районы ночью. Но перед этим тепло и свет утекли во мрак сквозь пространство-время. Лампочка в подъезде в очередной раз моргнула, содрогнулась, затем звонко щелкнула, напустив колбу мутного, словно молоко дыма, и погасла. Густая, почти оттязаемая мгла хлынула по лестничным маршам, жадно пожирая ступеньку за ступенькой. Скособочный трехэтажный дом, построенный в прошлом веке, превратился в черную тень, в коробку из бетона и железа, под крышку, наполненную страхом и ожиданием. Лишь щербатые, усеянные окурками подоконники блестели в свете толстобокой луны, тысячами осколков от разбитых пивных бутылок. Минуту стояла тишина, вязкая, концентрированная, едкая. Вдруг отворилась дверь квартиры на третьем этаже, а потом жутким грохотом захлопнулась. Замок лязгнул на весь подъезд. Вышедшая на лестничную площадку девушка после недолгой паузы застучала по каменным ступенькам высокими острыми каблуками. Спустившись к выходу из подъезда, нелишенная привлекательности и вместе с тем неотличающаяся худобой юная дама замерла. Последовал смачный плевок, после которого темноту разрезал звонкий женский голос. «Черт тебя, дери, электрик криворукий! Найду – прокляну!» Домофон пронзительно запиликал. На улице девушка, закинув за спину черный рюкзак, зашагала к толстому дереву, что стояло напротив дома. Старый сохшийся дух, издалека похожий на кривую опору ЛЭП, власти грозились спилить уже не первый год. Но то один, упав с ветки, насмерть разобьется, то другой от сердечного приступа у основания поляжет. Чертовщина! Набросив на голову капюшон балахона, тоже тоскливо черного, девушка свистнула, отчего соседские дворовые псы зашли с нестройным лаем. Обеспокойно глянула на шелестящее небо и подошла к дубу. Невысоко, в паре метров от дупла, широко расставив крылья и нахохлившись, как разъяренный тетерев, сидел ворон. Он был будто соткан изо льда, стекла и камня. Крылья блестели, словно полированная сталь, глаза застыли, уставившись в самую верхнюю точку неба. Когти твари, схожие по виду с кусками угля, надежно обхватили гнутую ветку. Расправив крылья, ворон повернул голову, взглянул в глаза девушки и протяжно каркнул. «И тебе привет, Эдгар!» Она призывно махнула рукой, птица слетела с дерева. Парочка, пройдя сквозь заросли, попала в заброшенный парк, всегда с радостью их принимавший. Мрачный сквер зарос шиповником и акацией. По земле стелился туман, густой, как кровь, текущий из раны, и белый, как смерть, что витает над кладбищем. Лакированные сапоги с жуткими черепами-застежками и шнуровкой до колен выстукивали по асфальту непонятный резвый ритм, отдававшийся биением обезумевшего сердца. Одинокое эхо разносилось ветром на многие километры вокруг, вселяя в случайных прохожих неясное беспокойство. В такую рань порядочный хозяин собаку на улицу не выгонит. Их путь завершился на отдаленной, захваченной травой могиле. Ворон спорхнул на голое деревце, чтобы навести марафет. Подрагивающие от волнения пухленькие руки вынули из кармана балахона смятую бумажку, развернули, разгладили. Написанное все равно оставалось неудобно читаемым. Лата, Верата, чего? Кар! Качай кар, котятгоры, помоги! Карк, ну, Лэтгар, приговор! Мерзкая птица! Блин, кто это писал? А, это же я писала. Ну, тогда ладно. Нифига же не прочтешь! Может, сходить домой, глянуть в инетти? Кар! Поняла, поняла. Не буду, проворчала девушка. Окей, попробуем снова Клата, верата, никта, во! Девушка замерла в благоговейном ожидании Но магические слова произнесены А на кладбище по-прежнему царит мертвая тишина Никто оживать не намеревается Хотя должен, черт возьми Клата, верата, никта, повторила она Веска, с достоинством Похороненный, судя по всему, плевать хотел на вескость Продолжая вести себя крайне недостойно Могилу изнутри не разрывал Прогнившими руками не тряс Не лез из ямы, будто трупный червь из бустой глазницы Не ходил с диким криком Не подавал вообще никаких признаков жизни «Эгоист!» — в сердцах высказалась молодая чернокнижница Снова комкая листок с заклинанием и убирая обратно в карман «Ты и при жизни вел себя, не лучшее!» «Приставай, дорогой, приставай!» «А ну-ка, заткнись, пучок перьев!» «Еще раз помянешь это, тебя тоже лопатой прихлопну» «Кар!» Сплюнув на могилу почившего ухажера Девушка зашагала прочь из обители вечного покоя и вечной же скуки «Бревна, буратины, мертвяки хреновые!» «Эдгар, завязывай, полетели отсюда!» «Или пошли!» «Да, елки, без разницы!» «Повторим!» – предложил ворон Девушка на ходу пожала плечами «А смысл? Не работает же!» «Найти бы в реале умника, который запостил на форуме эту чушь и подвесить за...» «Хар!» И кроманка покраснела хуже пойманного на взятке мэра «За нос!» Нерешительно договорила она «Маргаритка!» Иронически высказалась птица «Таааак!» Колдунья немедля остановилась, упорла руки в боки «Во-первых, не Маргаритка, а Маргарита!» «Маргаритка!» «А во-вторых, называй меня как положено!» «Ваше злодейшество!» «Ну, или типа того!» Девушка тяжело вздохнула «Марго там!» «Маргаритка!» Не сейчас, а чуть позже Кто-то разорвал могилу изнутри Тряс прогнившими руками Лез из ямы, будто трупный червь из пустой глазницы Ходил с диким криком Только, к несчастью, уже после того, как юная адептка черной магии И ее говорливые знакомые удалились с кладбища С другой стороны, к несчастью ли? Утверждение весьма спорное Маргаритка включила светильник, который напоминал распятие, украшенное наконечником для новогодней елки И плюхнулось в кресло с черепами на спинке Чехол для этого древнего, выленившего, скрючившегося представителя мебели Девушка сделала сама Потратила весь саунд, что купила на ПТУшную стипендию в ближайшем магазинчике погребальных товаров Еще целую шкатулку блесток Соткать абсолютно необходимые черепа было больше не из чего Надо признать, они получились неплохими Кривоватыми, конечно, зато действительно пугающими Ввиду полнейшего отсутствия у автора вкуса, дизайнерских знаний и навыков шитья А ночью головешки, когда на них падал лунный свет, забавно блестели Правда, девушка постоянно убеждала себя, что то очень страшный, нездоровый блеск В конечном итоге она накинула на спинку белую наволочку Чтобы скрыть из виду черепа, навевавшие мысли скорее не о смерти, а о двойках по геометрии и рисованию Маргаритка, недовольная, ленивым движением смахнула на пол непрописанных в квартире крыс Которые устроили на некрономиконе брачные игры Плюхнувшись на пол, шерстяные зверьки продолжили утехи Поднатужившись, девушка оторвала от изящного стеклянного журнального столика Пятикилограммовый том, убухнула на колени Поморщилась, перевернула покрытую человеческой кожей обложку, перелеснула пару страниц Вгляделась в текст, накаляканный, словно бы слепой курицей с ДЦП А взаправду, безумным, умершим века назад арабом Адеб Зелла попыталась в 325-й раз прочесть заклинание От усердия, непроизвольно задвигав кругленькими губками Удивительно, но ей удалось таки разобрать каллиграфию Клоату Борада Никто Вот оно Ёлы-палы Она захлопнула черную книгу, возвела очи к потолку И резко переместила взгляд вниз Потому что по балке полз ужасный, покрытый густой шерстью паук не меньше 7-8 см в длину У-у-у Вот значит, как звучит настоящая оживлялка Сейчас я этому олуху на годском форуме напишу, что думаю о нем и его познаниях в магии Маргаритка порывисто встала с кресла и уверенным шагом подошла к еле работающему бэушному ноутбуку Наволочка, свалившись со спинки кресла, обнажила их едно ухмыляющиеся черепа Что поигрывали блестками в неверном свете 60-ти ваттной лампочки Накатав гневное и по традиции анонимное сообщение человеку под скромным ником Алхазрет Маргаритка кликнула ответить Плод трудов появился на форуме Переведя дух, она с чистой совестью зашла в электронную почту Скривившись, прочитала письма от Любы с Надей и Веркой Каждая типа спрашивала о делах подруги, а на самом деле хвалилась собственными успехами Эти трое встречались с парнями, учились в престижных вузах Днем свет божий затмевали красотой Мрак и скукотища При взгляде на выражение лица Маргаритки скривился бы и лимон Если допустить, что лимоном есть чем смотреть Впрочем, колдовство не отрицало такой возможности Ознакомившись с достижениями подружек и скрытыми подколками в свой адрес Девушка послала трем ведьмам с копом веский ответ Привет, ага, пока И в порыве ярости хлопнула крышкой ноутбука Компьютер не успел выключиться, однако монитор резко перестал светиться Вентилятор замолк, видимо, на веки вечные Да блиин Приворучка, уведомил Эдгар Молчать! Спи давай! Некромантка накинула на внушительных размерах клетку, где сидел ворон, темную материю Стараясь не обращать внимания на протестующее карканье, Маргаритка разделась и улеглась в кровать Разбудил ее жуткий, нечеловеческий вопль Маргаритка, точно укушенная вурдалаком, вскочила с постели Темнота потоком забвений из ревнегреческих мифов текла по комнате, заливая окружающее Воздух пропитался кошмарами Ощущение безысходной неизбежности наваливалось излифовым камнем Грозило переломить спину, свести с ума Короче, все как обычно, город как город Но отчего же тогда в сердце неясное ноющее чувство? Или предчувствие? Маргаритка рассеянно завертела рукой в поисках ночника, что стоял на тумбочке с пары из младших школьных классов Когда она начала бояться спать без света Нет, пугала ее не темнота, а сон во тьме Бывало, Маргаритка просыпалась посреди ночи, размыкала глаза и принималась орать на половину квартала безумной банши Родители после нескольких концертов купили малюткий ночник в виде добродушной улыбающейся тети тыквы с панамкой на голове и зеленым хвостиком на макушке Спустя годы тыква потускнела, потрескалась, почти обесцветилась, но забудливая девушка разрисовала ее пентаграммами, а бока и щечки разукрасила словами из понравившихся песен В компании со светильником-распятием тыковка смотрелась гармонично Получилась этакая неформальная тетка Галя, что торгует героином из-под полы на базаре и слушает кредилов филс, разогревая весло на плите С охраной спалось гораздо спокойнее Только куда подевалась подружка? Ладонь Маргаритки провалилась в пустоту, затем еще раз и еще Черт возьми, да где же провод? – вертелась в голове На языке тем временем собиралось проклятие Проклинать Маргаритка умела и, что самое интересное, чрезвычайно любила Да чтоб ты по швам треснула корга старая, доберусь, лампочку выкручу В желании поскорее включить свет, Маргаритка, потеряв бдительность, свалилась на пол и звонко ударилась копчиком о каменный пол А где ковер мой киевский? – мелькнула мысль, как только боль в заду добралась до мозга На улице снова примерзко закричали Кровь похолодела, вызывая спазмы во всем теле В ответ занемели руки, а сердце опять забилось о грудную клетку Что за небывалые жуткие вопли И достигший, наконец, носа отвратный гнилостный запах А шторки-то у меня откуда, мамочка родная? Некромантка ошарашенно уставилась на бескусные серые тряпки, висящие будто облезлые ослиные хвосты Глаза более-менее привыкли к темноте, и Маргаритка, откинув взглядом покоя, крепко задумалась План комнаты, расположение окон, дверей, как в ее квартире Тот же балкон с резными набалдашниками Все прежнее, однако все другое Непривычное, старомодное, дряхлое Со следующим порывом сквозняка в комнату влетел Эдгар И, взгромоздившись на подоконник, звонко прокричал Дура! Маргаритка, дура! Ничего не дура, растерянно прохрепела некромантка, радуя знакомой пернатой физиономии Что происходит? Где мы? Прошлая Маргаритка! Прошлая? Что ты несешь, Эдгар? Ворон безмолвно таращился на девушку и крутил головой из стороны в сторону Он явно испытывал ее терпение Маргаритка выскочила на балкон и тут же обомлела Кородок, если взглянуть на него ночью с высоты третьего этажа Когда-то смахивал на круглое мерцающее яблоко Он и сейчас казался тем же фруктом Только надкушенным с одного края, будто бы чьей-то клыкастой голодной пастью Тухлятина запахла сильнее А населенный пункт по непонятной причине молчал Не гудел и не орал на вселенную мелодиями из динамиков Тысячами клаксонов, голосами пьяных пионеров-гитаристов Пропали неоновые вывески Исчезли мерцающие баннеры Испарилась пестрящая огоньками реклама со столбов, как и сами высоковольтные колоссы Куда-то подевались телефонные вышки, которые народ в шутку называл эйфелевыми за внешнее сходство с башней Деревья же, которых в черте города было наперечет За ночь словно размножились почкованием Зеленым махровым одеялом, прикрыв город сверху Уже ли пернатый прав? Страха не появилось Ужаса тоже Возник некий животный интерес Маргаритка поймала себя на мысли, что здесь стало лучше Умиротвореннее Спокойнее Мертвее, что ли Внизу, через каждый шаг припадая на ногу По звонкой брусчатке плелся потасканный, грязный мужчина Мяса на лице практически не осталось Связки кишок гирляндами свисали из живота Волосы на голове отсутствовали напрочь Наружу выглядывал череп Одежда идущего рассыпалась на ходу Галстук, болтаясь на шее, свисал до пупка Мертвец брел к кладбищу Мертвец! Так вот откуда взялся отвратительный запах, что носится в воздухе на пару со сквозняком Судя по одежде, ну, немногочисленным остаткам одежды Парень явился минимум из прошлого века Или, кто знает, из позапрошлого Маргаритка была не сильна в истории Она вновь осмотрелась внимательнее Древняя на вид комната, отсутствие техники, поставшие трупы Теперь девушка связала все в логическую цепочку достаточно легко Хмыкнув, юная леди сплюнула на дорогу Эдгар прав Мы, мать его, в прошлом Умирающий темный город Ее мечта В эти самые минуты, надо полагать, бился в агонии Ворон с необычайной легкостью взмыл воздух Написал в чернильном небе крутую параболу Уселся на балконные перила Клату! Барада! Никто! Эдгар клацнул клювом у девушки перед носом Дура! Сам дурак! Она ткнула пальцем в беднягу, ковыляющего по дороге Видел? Мертвяки очутились на улицах из-за заклятия Кар! Крикнула птица Вот тебе и кар, Эдгар Набросив поверх бледного тела церемониальный балахон Единственное, что нашлось в комнате Девушка мигом выскочила на улицу И вдвоем с птицей рванула на кладбище Надежда, что любимый вернулся с того света Из хилой искры Подемногу разгоралась в обжигающее пламя Тут следует сделать небольшое отступление Все равно не происходит ничего интересного И слегка прояснить ситуацию В средних веках город уже существовал Равно как и заклинания, возвращающие к жизни мертвых Ведь чтобы воскресить покойника Не обязательно оживлять его в этом времени Можно перенестись в то, когда человек здравствовал Конечно, при условии, что молоденькая ведьмочка Ничего не напутает с могущественным заклятием Хотя беда понятие относительное С этим мы вроде бы согласились Кладбище пустовало Он только хаживал по клубам и вообще вел себя неотразимо безнравственно Снеп спикировал Эдгар Примостился на плече Ты что, обалдел контейнер с перьями? Тяжелый блин, как крылатый слон Она согнала ворона, и тот опустился на спинку лавочки Сложил крылья И стал форсированное карж Ну что тебе? Нога в ботинке, торчащей из-под лавки Наконец привлекла внимание маргаритки Снизу раздавалось усиливаемое, ночной тишиной, сиплое дыхание Очередной бродяга, что любит с утра пораньше упиваться на стойке боярышника за зеленых чертиков Поняла маргаритка Увидели бы они хоть раз настоящих чертей Тяга к алкоголю вмиг бы пропала Обеспечить им свидание С другого ракурса, может, кладбищенский абориген знает, куда подевались трупики Эй, уважаемый! Она пнула ботинок Ему владелец даже не дернулся Недолго думая, девушка что из силы вдарила по ноге Оторванная в области голени конечность выскочила из-под лавочки, будто футбольный мяч Парочка мух взлетела, прожужжала короткое ругательство и вернулась к трапезе Их подружки продолжали сидеть, как сидели Матерь Божья, совсем допились! Воскликнула маргаритка, имея в виду то, что осталось от бездомного Относившееся из-под лавки дыхание усилилось И оборвалось шумным выдохом, к которому добавилась истеричная женская речь Мерзкая, мерзкая вонь! Невыносимо! Фу! Согласна! Подтвердили вторым, очень похожим на первый голоском Меня? Сейчас? Сто? Шнит? Только не на меня! Воскликнул голос номер три Знаешь, сколько эти туфли стоят? Заткнитесь, придурошные! Прикрикнул тот, кто изъяснялся первым Хотите, чтобы по нашу душу приковыляли милые разлагающиеся ухажеры? Маргаритка снова хмыкнула Теперь многозначительно И почему она не удивлена? Значит, в нашей в городе Обратилась девушка к голосам под лавкой То бишь зомби Ммм... Маргоша? Привет! Чистящий перья Эдгар отвлекся, чтобы каркающе поздороваться Ну, доброй ночи! Саркастически вымолвила некромантка Вера, надежда и любовь Любу все-таки вырвала Как и положено по закону подлости Прямо на Маргаритку Извини, я ненарочно Анорексичная блондинка смущенно уставилась под километровые ноги Это надо еще проверить Буркнула колдунья, отираясь десятом лопухом Что вы здесь забыли? Черноволосая дистрофичка Верка и рыжая Надя С фигурой заключенного Освенцима Недоуменно переглянулись Встречный вопрос красоток был навеян клишированными блокбастерами Выражал собой самобытную манеру речи Но, по удивительной случайности, попал в точку А что ты тут делаешь? Маргаритка похолодела Будто Дед Мороз окатил ее из ведерка ледяной водой Чародейка безжелственно отмела мысль честно рассказать подругам По чьей вине город переместился в прошлое А из могил на радость живым повылезали у мертвия Второй мысли так и не появилось Я...это...ну... Девушка развела руками Три топ-модели слаженно кивнули Понятно, сказала Верка Опять шляешься, где попало Ищешь на толстый зад приключения Макаронины рассмеялись За толстый зад хотелось врезать Причем очень-очень сильно и, возможно, лопатой Но Маргаритка, учитывая, кто сейчас был столь близок к провалу Героически сдержалась Да... для правдоподобия она даже понуро опустила голову Ничего другого от тебя не ждали Ты же простушка, которая одевается как... Простушка Не гламурная особа А зомби где? Перевела Маргаритка диалог на более безопасную Для Макаронин тему Да свалили А куда? На задворке города А зачем? А мы знаем Парня, тебе надо, Маргоша, парня И сразу перестанешь всякими глупостями голову забивать Точно ведь, она же чуть не забыла Подождите здесь Маргаритка, молниеносно стартовав, устремилась вглубь кладбища Столь же резко затормозила Но лишь на секунду, чтобы крикнуть опешившим королям Присмотрите за Эдгаром И понеслась дальше Маргаритка смотрела на разрытую могилу Антохи А та смотрела на нее Но и только Убежал, значит, с этими кусками гнилого мяса Маргаритка опять сплюнула На сей раз в яму Тьфу! Кобель! Ненавижу! Вопль, выворачивающий наизнанку душу Вроде того, что поднял ее ночью Заставил подпрыгнуть на месте И когда Маргаритка поскользнулась Чуть не уронил в освободившиеся подземельные апартаменты Кажется, прозвучало со стороны входа на кладбище Не очень хотелось, но пришлось возвращаться Там же Эдгар А еще эти Друзья Самое время для отступления, вы не находите? Итак, коротенько, что называется Адресные заклинания Заклятие оживления, допустим Направляются на тело адресата Если же объекта нет Волшебная энергия сохраняется там, куда ее нацелили До тех пор, пока не рассеется Процесс рассеивания занимает от нескольких секунд До нескольких десятков лет В зависимости от вида магии При этом нередки случаи Когда основная масса заклинания Потерявшая контроль как раз из-за отсутствия адресата Расходится по округе А на месте остается лишь малая часть Особо мощные магические сгустки Способны менять еще и пространство В чем вы скоро убедитесь Возле лавочки ведьма никого не нашла И недоеденная нога пропала Не то чтобы Маргаритка на нее претендовала Девушка просто отметила Что полянка необъяснимым манером осиротела Только неподвижно лежала на дорожке птица Эд... Эдгар? Трясущимися руками она бережно подняла ворона с земли Кто-то свернул ему шею Аж на 180 градусов Сердце в груди оборвалось Будто лифт в темной шахте Сырая земля укрыла древним телом Тельце немолодого, но безвременно почившего крикуна Прощай, Каркуша! Маргаритка хлюпнула носом Она сдерживалась, что есть мочи Не пристала брутальной некромантке плакать над почившим товарищем В конце концов, его давняя подруга видела свое призвание именно в служении смерти Коленки предательски дрожали Круглая старушка луна перекатывалась по звездному полю Появилась идея применить то самое заклинание, чтобы Эдгар восстал из мертвых Однако Маргаритка твердо сказала себе Нет! Возможно, перна ты этого бы не одобрил Если б был жив Она снова шмыгнула Да и повторная ошибка в мощнейшем заклятии В худшем случае приблизит гибель земли сразу на 5 миллиардов лет О случае лучшем в нынешней ситуации рассуждать не приходилось Волшебница помахала погребенному товарищу рукой Зажмурилась, отгоняя слезы Повернулась кругом Распахнула глаза И уставилась в милейшую ряху ходячего мертвеца Маргаритка к робкому десятку не относилась Даже к робкой сотне Но порой обстоятельства требуют поступить именно так А не иначе А-а-а-а-а-а Завопив настолько красочно, что и зомби, и раздираемые ими люди обзавидовались бы Маргаритка бросилась наутек К сожалению Вот тут совершенно точно к нему Направление побега совпало с направлением, по которому двигался мертвяк Кинетическая энергия перетекла в потенциальную более полное сексуальное тело придавило более худое и разложившееся. Хлюп, треск и оба покатились по траве. Когда движение прекратилось, Маргаритка осознала, что лежит под живым изодранным трупом, пожирающим взглядом своего единственного глаза ее белые плечи и оголившиеся груди. Упитанный трупный червяк, вывалившись из разорванного рта, мягко плюхнулся на шею девушки. «А-а-а-а!» закричала она на бис, извиваясь под партнером Гадюкой. Зомби ощерил гнилые зубы, приготовившись спиться в нежную девчачью плоть. Оно метеором упало с неба. Что-то, тень, чуть чернее ночи, вцепилась в голову трупака и ударила его в глаз. Отслепнув, зеленый не растерялся, попытался нащупать придавленную жертву. Будто ветряки мельницы, объеденные червями руки, взбивали воздух вокруг девушки. Та побыстрее сбросила мертвичину и гиперактивным кенгуру вскочила на ноги. Плечи ходили ходуном, пар вырывался изо рта, будто пламя из ракетного сопла. Мертвяк беспомощно ковырялся перевернутый на спину черепашкой. Эта картина вызвала у Маргаритки улыбку. А вот летавший над могилами ворон смешанные чувства. Эдгар? Карр! Ты? Как? Я ж тебя закопала! Дура! Другой Эдгар! Ворон приземлился на свежую крохотную могилу и с деловым видом продолжил. Другой Эдгар! Мертвый не Эдгар! Эдгар живой! Эдгар один! Да ты меня за дуру держишь, что ли, Каркуша? Сказала девушка, недоверчиво косясь на миниатюрный могильный холмик. Птица, пока суд до дела, выловила на теле жучка, проглотила и уселась приятельница на плечо. Когти впились в кожу. Теперь я вижу, что это и вправду ты. Полегче там, мне же больно. И вообще, слазь! Позади раздался громкий крик. Некромантка, наконец-то, обратила внимание на то, чего до сих пор заметить не удосуживалась. Разрыта была каждая могила, а значит, все местные жильцы ушли на ночную прогулку под луной. Но Аргаритка крепко задумалась. Что же делать со всей этой мертвятиной? Они же рыщут по городу, прочесывают улицы, дома и сараи в поисках пищи, живых людей. Даже Антоха, она готова спорить, в нынешнем состоянии не прочь подзакусить человеченкой. Шум, доносящийся с окраины города, привлек внимание чернокнижницы. Они с вороном двинулись на звук, не прекращая посекундно оглядываться. Чует мое сердце, девчонки ушли на прогулку именно с Антохой и в нужном нам направлении. Трактир одиноко стоял посреди улицы. Дома и амбары отступили от него, словно от прокаженного старика. Наверняка мертвецы, не проявив интереса к развалине, поспешили в сторону городских площадей. Там-то предостаточно растерянных людей, угодивших в средневековье. Или куда там переместились целые квадратные километры 21 века. Современных жителей в центре тоже немало. Какие радикальные перемены, поймала себя на мысли Маргаритка, обходя огромную лужу. Утром на этой улице стояло здание администрации, помпезное, громадное, пятиэтажный железобетонный короб с жуликами и ворами, с фонтаном перед входом, парковкой на несколько сот автомобилей. Теперь же дорогие мерседесы превратились в пару сиротливых телег. Парк с самшитыми скульптурами мутировал в жидкий подлесок, а асфальтовые дорожки, к которым привыкла Маргаритка, будто стерли свои тела с полотна окружающего мира. Приземистые и пуще того карликовые дома недружелюбно глядели сквозь тьму неосвещенными окнами. Каменная тропинка вела аккурат к трактиру. Сто процентов внутри предатель Антоха с шаловыми подружками. Посему Маргаритка отправилась туда. Впервые с момента ее пробуждения по округе разнесся вопль живого человека. Надо что-то делать. Срочно искать Антоху и снимать проклятие, вот что. Иначе навсегда застрянет в прошлом или еще хуже отдаст властелину душу. На словах поклоняться дьяволу легче, приятнее. Да и зомби, когда познакомишься с ними поближе, крайне разочаровывали. Вот и пришло время для третьего отступления. Да ладно, не ропщите. Лучше согласитесь, перспектива у некромантки наклевывается нерадужная. Альтернативы, несомненно, есть, но только или сгрызут мертвяки, или насильно перенесенные в прошлое современники найдут и закопают. За фокусы, вроде Маргариткиного, закапывают глубоко и надолго. Если не припрется дурная молодая некромантка, так вообще с концами. Пора исправлять ситуацию, пока та, посредством живых и оживших созданий, не исправила физиологию девушки. Внезапно выроливший из темноты пешеход, по ужасающему запаху несложно догадаться, кто именно. Сбив с ног, повалил ее на холодные камни. Долго барахтаться в этот раз не пришлось. Мертвец особо не возражал, когда его откидывали напружиненными ногами. Видимо, все силы потратил на бросок. Маргаритка презрительно глянула на пассивного мясоеда и, отвернувшись, с размаху опустила на прогнившую голову острый каблук. Второе нападение за десять минут. О времена. О нравы. Черт-то вытаскивайся ты. Она постаралась, выдернула ногу, отлетела назад, маша руками, чтобы не упасть. Эдгар взволнованно каркнул. Равновесие удалось восстановить. Девушка, призвав на помощь знаменитую некромантскую отвагу, поспешила в трактир. К слову, местечко называлось Китти Кисер. Двери распахнулись, двери захлопнулись. Маргаритка замерла у входа. Обстановка тому способствовала. Эдгар заложил курс к стропилам. Летучие мыши в темноте под потолком жалобно заверещали. Стоящая посреди трактира на столе полуголая верка удивленно уставилась на гостью. Обвивающий живот танцовщицы питон сделал то же самое. Девица гневно сверкнула темными, точно ее волосы, глазами. Негоже прерывать дому во время эротического танца. Толпа зомби, что до появления Маргаритки точно загипнотизированные, следили за каждым веркиным движением, перевели замутненные взгляды на вошедшую. А пронизанная страстью, исполняемая на гитаре, арфе и барабанах мелодия продолжалась, несмотря ни на что. Сидевший на стуле, мертвецкий живой Антоха повернулся к незваной гости и звонко стукнул железным протезом ноги о деревянный пол. Или показалось, или правда некое сильное чувство вспыхнуло в красном глазу возрожденного. Второе око закрывала черная повязка. «Фиг, как пошло», машинально отметила Маргаритка. Антоха вновь ударил по полу металлической ногой, уже сильнее. Из большого пальца показалось револьверное дуло, недвусмысленно уставившись на колдунью. Точно сумолкли музыканты, которые выступали на располагающейся сбоку сцене. Однако гитарист не отказал себе в удовольствии, ну или профессионализме. Неторопливо завершил неизвестную, но прочувствованную соло-коду и лишь тогда убрал от струн длиннопалые руки без ногтей. Послушные мертвецы? Откуда такая прелесть? Тишина пропиталась нервозностью настолько, что зазвенела. Возможно, безмолвие напугало само и себя, потому-то разродилось крепловатым голосом Антохи. «Проходи, дорогая». Встав со стула, он изобразил улыбку до ушей. С его ртом дырой это было проще простого. Верка ловко спрыгнула со стола, прильнула к кишащему паразитами плечо Антохи. В ту же секунду черной молнии прочертил воздух Эдгар. Птица совершила несколько кульбитов, громко каркнула, после чего вспыхнуло фиолетовое пламя, послышался раскат грома. Темно-серая дымка заволокла помещение. Маргаритка инстинктивно зажмурилась. Открыть глаза ее заставило гоготание Любы. Блондинка в платье, украшенном вороновыми перьями, стояла по правое плечо от Антона. Значит, неспроста эти курицы оказались на кладбище. Вот та овца-любка, выражая плюнула в подругу. Угрозы пластичные сбежали. Где танцевать-то научилась, иуда процедила Маргариткой. С бывшим танго занимались. В подворотнях? Не завидуй. Да пошла ты. Эй-эй, девочки. Антоха оперативно встал между ними, положил вонючую ладонь на плечо Маргаритки. Петерня соскользнула после резкого движения чернокнижницы, но шлепнулась на прежнее место. Вторая пакша нежно сжала болезненно худое плечо Калюбы, заставив исхудавшую сладостно зажмуриться. Маргаритка демонстративно уставилась в потолок. Не ссовывайтесь, милые, тоном опытного соблазнителя вещал Антоха. Если вы меня не поделили... Ну это слишком. Девушка в балахоне повернулась к стремительно теряющему привлекательность возлюбленному. Во-первых, я тебе не милый, трупешника кусок. Маргошечка. Во-вторых, с нажимом продолжила единственная живая из присутствующих, меня зовут Марго. А в-третьих, ты мне нахрен не сдался, понял? Хм... Антоха озадачился. То есть совсем-совсем? Вообще ни капли, ни молекулы жидкости. Тебе неинтересно, откуда у меня нога? Ногу свою можешь засунуть себе в то место, из которого у тебя растут руки. Что за пошлые инсинуации? Я же гений-изобретатель. Да? А ты хоть раз довел меня, да? Маргаритка заметила, что лица, физиономии, морды, рыло всех мертвоходячих излучает любопытство. Она покраснела, однако постаралась скрыть смущение. Ну, довел меня до этого. Антоха, задрав голову, выдал громкое. Ха! Чтобы только потом посмотреть на Маргаритку. А ты дала мне шанс? Баран! Девушка скрестила на груди руки и крутнулась в сторону двери. Антоха не сдавался, нагнулся к уху некромантки и вкратчиво зашептал. А я собираюсь покорить мир. Чернокнижница закатила глаза. Ты точно дебил. Хватит меня обзывать, оскорбился парень. Я, между прочим, техвуз закончил, сопромат на пять сдал. Тярмех, правда, на четверку. Но сдал же? Сдал. Поздравляю. А я в ПТУ учусь. И что? Будем дальше причиндалами мириться? Мужская логика в очередной раз трусливо сбежала под бешеным напором логики женской. Ногу-то я сам сконструировал, слабо возразил Антоха. Разработал, когда еще был жив, но возможность собрать ее выдалась лишь после того, как ты меня... Ну, того, короче, лопатой. Пока я пытался тебя уломать. Заткнись, придурок, прошепела Маргаритка. Им об этом знать ни к чему. А мы и так все знаем, самодовольно уведомила ржеволосая Надя. Так, хватит. Маргушечка, просюсюкал зомби-вожак. Не злись, пожалуйста. Отправляйся со мной покорять жалких людишек, а? Я буду рад твоим советам. Кстати, спасибо не только за то, что убила меня, но и за мои вещички из сайшопа, брошенные в могилу. Из них, оказывается, легче легкого сварганить ногу в револьвер. Короче, милый, давай подведем итог, предложила некромантка. Ситуация такова. Конечно же, недостойные получат свое, но вначале... Маргаритка многозначительно подняла брови. Предвкушая веселье, Антоха театрально облизнулся. Вставная челюсть вывалилась изо рта, шмякнулась на пыльный пол трактира и, подпрыгнув, угодила в щель между досками. Серт! Скользкая сволось! Говорю же, дурак! Маргаритка увидела краем глаза, кто бесшумно примостился за столиком рядом со сценой. Магией Антошенька владел. А то! И научил примитивнейшим трюкам этих трех страдающих похудением коров? А зам его обучили мы, вознегодовала Верка. Еще год назад, когда сперли у тебя некро... как он там... кон. А потом сфоткали и вернули. В отличие от тебя, мы всегда любили Антончика. И нам не понравилось, что ты его прикончила. Подстава, значит? Я, значит, виновата, что зомбаков оживила? Бесспорно! Мне тоже было совсем не в кайф погибать во цвете лет, заявила Верка. Тебя заставлял кто-то резонно заметила Маргаритка? Любовь! Закатив глаза, возвестила брюнетка. Чего? Откликнулась Люба. Я так любила. Люблю Антонио. Так люблю, причитала Верка. Та же вскрылась со второй попытки вены, узнав, что одна тупая курица во время шабаша на кладбище проломила ему тяжеленной лопатой голову. На мы это не понравилось абсолютно. Хором вставили Надю с Любой. Угу, угу. Маргаритка сдержанно покивала. А потом вы решили землю себе подчинить. Все мы сенали с малого, пояснил Антоха, но при должном старании. Полная девушка утомленно вздохнула. Иногда лучше жевать, чем говорить. Иди-ка сюда, дорогой. О-о-о, а зачем это? Спросил он удивленно, но все-таки приблизился. Да просто, проворковала она, хочу кое-чего. Помнишь песню? I'm gonna love you. Антоха потянулся рваными, сочащимися гноем губами к симпатичному личику. To death, договорила разъяренная ведьма и свернула зомби-диктатору шею. Это тебе за Эдгара, козлина. Обезглавленное тело рухнуло на нечищенные доски. Маргаритка недуменным взглядом вперилась в находившуюся у нее в руках осклизглую башку экс-бойфренда. Зомби прикольные, но слизкий мозг хлопкие, подосадовала Антоха. И вдруг завопил не своим голосом, по-бабски режущим мужа фальцетом. Хватайте ее, длузья и слуги, она мне голову отолвала. Слуга! Если дальнейшее было похоже, как принято выражаться, на страшный сон, то на срежиссированной кем-то вроде Гайи Ричи. Первой на нее ринулась Верка. Неожиданно смогла бы сыграть брюнетки на руку, если бы не вовремя вспорхнувшая из-за стола настоящий Эдгар. Описав в воздухе головокружительную дугу и извернувшись, поскольку рот находился со стороны противоположных здравому смыслу, Ворон вмазал клювом начинающей ведьме в глаз. Напуганная, в основном тем, что дыра будет дисгармонировать с ее внешним видом, и потерявшая из-за этого остатки контроля над логикой, Верка принялась нарезать по трактиру круги. Зомби забросили дела, встали со стульев, обратили уцелевшие глаза к Маргаритке, и не стройно зашипев, а кто из-за визжав, двинулись на контрреволюционерку. «Раз, два, три, четыре!» – расслабленно произнес лидер музыкальной группы, после чего по заведению разнеслись аккорды «Блэк Найт». Неуклюжие зомбаки производили бы юмористическое впечатление, не будь они плотоядными монстрами. Маргаритка глянула влево, глянула вправо и, плюнув на некроманские устоя, прочитала наизусть скороговоркой «Отче наш». В тот же миг Эдгар вырвал острый клюв из глаза Верки. Та по инерции завалилась на парочку неупокоенных собратьев. Мозг Маргаритки, работавший, наверное, на сто с лишним процентов, заорал на все сознание. «Туда! Ловите ее! Давите ее!» Сызнова заголосила независимая и от тела, и от мозга, но еще подпитываемая магической жизнью голова Антохи. Маргаритка, вспомнив детство и мальчишек, с которыми играла в вышибалы, запустила бойфрендовой черепушке в торопившегося ликвидировать прореху слишком инициативного зомби. Точное попадание. Девушка проскочила в разрыв за миллисекунду до того, как зелененькие сомкнули ряды. Пальцы червяки, усеянные осколками ногтей, скользнули по телу, но не причинили вреда. Эдгар впорхнул в раскрытые руки. Маргаритка аккуратно, чтобы ворон не погиб вторично, вернула его голову в естественное положение. «И больше не умирай, пожалуйста!» «Карррр!» Раздался выстрел. Лопнула разбитая пулебутылка. «Новый залп!» Кто-то из зомби вскрикнул, повалился на сцену, пораскинув мозгами. «Бах! Бах! Бах!» Бившееся в агонии тело Антохи раз за разом спускало гашетку. В волыни ноги помещалось полсотни патронов. Изъеденные червяками подчиненные падали под обстрелом начальника. Маргаритка неслась к выходу, расталкивая подворачивающихся под руку у мертвей. Один отлетел к барной стойке, споткнулся от стул, раздявил варежку и, прокричав невнятное, но недопустимое в обществе девушек гусарское ругательство, накрыл раздявленным ртом бокал с чем-то высокоградусным. Продыряв изгнившую репу, алкоголь убил еще одного бедолагу. Выход маячил и манил в полутора десятки шагов, однако на середине Маргариткиного забега дал себя знать лишний вес. А на трех четвертых ведьмочка уткнулась в точеную фигурку Верки. Брюнетка пошатнулась, но стояла на ногах-палках. «О-о-о-о-о!» — выдала она. «О-о-о-о!» — вторила ей Маргаритка. Занесла кулак, чтобы ударить, однако ее отвлекло грузное чешуйчатое тело большой продолжительности. Говоря кратко, питон, после неимоверных усилий Верки, упал рядом с Маргариткиной ногой. Вероятно, тощая не знала, что этот вид змей не кусается К тому же, запуская гада, не рассчитала траекторию В результате чего питон маковкой стукнулся о нестроганную доску и отключился Верка поспешно освобождалась от цепких объятий змеюки Мечтая скорее разобраться с ненавистной, умной Маргариткой Кулак встретился с горбатым носом Сломав его и придав девчачьим сорока с небольшим килограммом ускорение Его хватило для того, чтобы после фантастического сальто через стул черноволосая Грымза сломала шею Выстрелы стихли, безголовый Антоха замер на деревянном полу Люба, бежавшая на подмогу, не успела перепрыгнуть распростертой на подступах к выходу топ-модельное препятствие Воспорила на высоту около метра и протаранила фалангу приближавшихся зомби Раскидав брательничков в разные стороны, а именно на Зюйт, Зюйт-Зюйт-Вест и Зюйт-Зюйт-Ист Почти незащищенный, ни мускулами, ни мясом, ни жиром, скелет Любы сломался поочередно в пяти местах «Иди сюда! Сюда, я сказала!» Срывая голос, размахивая выкрученный у ближайшего зомби ногой, потребовала Надя Маргаритка метнулась в глубину помещения Не поможет! Оскалившись, рыжая двинулась туда же Честно сказать, та, кого она преследовала, убегать не собиралась Напротив, опихнула неподвижного мертвяка, который обнимал сцену, забралась на площадку для выступлений, порыскала глазами «Ага, подойдет!» Схватила гитару и рванула на себя, лишив заводной хард-роковый бридж главного инструмента Штестромка досталась Маргаритке вместе с выдернутыми руками музыканта Ничего не замечая, его коллеги вкладывали душу в вечно живой рок-н-ролл Гитары, вцепившиеся в нее рукастого тяжеления, полетели со сцены Взмах ногой, что держала Надя, не помогло Дека раздробила хрупкий череп, треснула сама Шлеп! Бах! Из подсобки, вытирая пальцы чистым полотенцем, вышел возрастной владелец трактира Столь возрастной, что даже для зомби выглядел дряхлым Осмотрел поле брани Ладно, зайду попозже И удалился Закончилась очередная кода Тело Нади вздрогнуло Руки, залитые кровью, мелко задрожали Надежда умирает последней Что из мочи, выкрикнула Маргаритка и сиганула со сцены на экс-подругу Ноги в сапогах со шпильками протаранили спину Нади затихла Ну, победоносно выкрикнула Маргаритка Ну, получили бесовские отродья И кто теперь скажет, что гитара не ударный инструмент? Ха-ха-ха! Чародейка определенно была в ударе «Вот так-то танцевать со мной год рок!» Длина звучания последнего слова растянулась из-за перекрытий Маргаритка чрезвычайно громко заявила о своем эпизодическом триумфе Не выдержала внесущая конструкция, халтурно сработанная, да к тому же подгнившая Будто бы в подражании вкусам неупокоенного владельца А когда на одну из опор завалился оглушенный криком «Девушки-зомби», после чего трухлявый деревянный столб надломился, крыша здания приняла категорическое решение – поехала. Маргаритка отбежала назад, распласталась по стене. Эдлер, разобравшись в тринадцатом зомби, сел девушке на плечо, сжался в пернатый комочек. Крыша свалилась и, просвистев астероидом из Армагеддона, обрушилась на пол. Все могло закончиться хорошо, если бы доски перенесли этот удар. Но они, естественно, не перенесли. Пол улетел вниз, крыша улетела вниз, посетители улетели вниз. Бессловесно, как подобает мужикам или трупам. Одна Маргаритка не принадлежала ни к тем, ни к другим. Мама! По привычке растянувшаяся вечность пара секунд безудержного страха, и смертельная битва остановилась. Прекратилось вообще все. Клубы пыли, клубы мрака. Отплевывающаяся Маргаритка, покрытая синяками, как гепард пятнами. Тьфу, тьфу! Тьфу, тьфу, тьфу! Кар! Сам ты кар! Я пыли нажралась! Маргаритка крутая! И опилок! А? Она не поверила ушам. Ты это серьезно? Дура! Маргаритка дура! Ну, верно, послышалось. Усталая, злая, но оставшаяся в живых чернокнижница отряхнула готический наряд. Где мы хоть? Пирамида! Под трактиром? Правильно! Чего ж тут правильного? Не-е-е! И откуда она? Маргаритка дура! Сейчас получишь! А ну, отвечай нормально! Построили! Да, пробормотала девушка. Могла и сама догадаться. А кто не знаешь? Я чрезвычайно осведомлен! Чрезмерно, я бы сказала. Так и кто же построил пирамиду? Строители! Панторез! Передразнила Маргаритка. Ее внимание привлек саркофаг. Затем алтарь с пентаграммой. Ацтеки, Майя, Инки, спросила Маг сама у себя и не нашла ответа. Но как они попали в наши края? Коварю же, дура! Кусок камня, брошенный уверенно, хотя и побаливающей рукой, полетел в сторону Эдгара. Сидевший в углу на обломке каменной крыши тесноватого четырехугольного склепа, ворон незамедлительно воспарил сквозь огромную рваную дыру в раздолбанный трактир. «Помощь найди!» – приказала девушка. «Каар!» «Я тебе дам!» – как Антохе. Быстро отправился на поиски. «Хорошо!» Шумно хлопая крыльями, Эдгар вылетел наружу через разбитое окно. Откуда только взялось это дьявольское заведение, пробормотала Маргаритка, растирающая ноющие руки-ноги, и ответила сама на свой вопрос. «Но откуда-то ведь берутся кафе для вампиров, бары для геев и отели для дальнобойщиков?» Чисто для параформы, подметя могильную плиту, некромантка уселась на саркофаг. Увидев лежащих в повалку трех безжизненных моделей, в недовольстве вытращал на них глаза. «И вы тут!» «Ладно, хоть мертвые!» «Спасибо большое!» Она попыталась сплюнуть, что без слюны сделать проблематично. Пока Маргаритка боролась с предательским организмом, долго и упорно, вернулся Эдгар. «Кар!» «Ну что, позвал?» «Мертвые!» «Кто?» «Everybody!» «All dead!» «All dead!» «А зомби?» «Кар!» «И они?» «А, ну да, Антоха-то!» «Снова!» «Надеюсь, теперь уж бесповоротно!» «Впрочем, толку от этих неразумных маховиков!» «Блин, жрать-то как хочется!» «Каркнул воржен!» «Прикаборж!» «Слышала!» «Что делать-то?» Эдгар не отвечал. Сидя на особенно крупном обломке, ковырял перья клювом. «Видимо, мои крутые бока амортизивали при падении», – предположила Маргаритка. «Замечательно, ничего не скажешь. Лучше бы сдохла. Но если взглянуть с другой стороны, умирать я тоже не хочу. Да, положение было ужасное. В прошлом, на задворках города, на плите саркофага, стоящего в подземной гробнице, восседала молодая девушка, ученица ПТУ, абсолютно опечаленная. Оставалось одно – рыдать!» «О боже! Абдул, ты бы еще бензобеллу прихватил!» «Конечно, я ее прихватил!» «Да, ума палата! Шестая!» «А вдруг тут зомби? Откуда им взяться? Их всех давно перебили, если они были. Но их, разумеется, не было, потому что зомбятины только непослушных детишек пугать. «Еще зрители блокбастеров!» «Вот святой не трожь!» «Не люблю спецэффекты!» «А я терпеть не могу словоблудных расхитителей гробниц!» «Как ты сказал? Опять не понял, да? Корабители трепачи, говорю, отстой!» «А, так бы сразу! Так понятно!» «Дверь взламывай! Пила мешает!» «Давай сюда!» «О! Ой! Ой! Ой!» «Ай!» «Извини, Сережа!» «Ага, сейчас как извиню тебя ломом, который в меня отскочил! По твоей милости!» «Опа! Что? Там!» «Фига себе разруха! А откуда взялись гнилые деревяшки? И дыра в потолке? И это что, пивная кружка? Но саркофаг-то на месте. Пойдем вскрывать. Только лом принесу. Топай, топай!» Сережа с интересом огляделся. «Вот и я!» «Ёптель, Абдул! Тебе сколько раз говоришь, чтоб не подкрадывался?» Абдул вручил напарнику лом. «На кой он мне?» «Ты лучше орудуешь!» «Ладно». Сережа после такой наглой лести заметно смягчился. «Отойди! Ща будем...» «Ё!» «Да-да!» «Что?» «Видел?» «Где? Чего?» «Вон! По-моему, это кровь!» «Хм...» Абдул подошел, нагнулся, чтобы поближе рассмотреть красное пятно. «Похоже на то!» «О, Сереж, иди сюда!» «За саркофагом человек лежит!» «Единственный человек здесь...» «Я не пойму, что за хрень!» «Тело!» «Сам вижу, капитан, очевидность!» «Откуда оно?» «Она!» «Это девушка!» «Симпатичная!» «Только белая совсем!» «Переверни ее обратно!» «Да дрожи боюсь мертвых людей!» «Они живых птиц!» Ворон, глубиночерный, как... Самый настоящий ворон, склонил на бок голову, сверкнул глазом. Рука Абдулла начала совершать непроизвольные колебательные движения, выводя лучом фонарика замысловатые геометрические фигуры. «Всевышний Аллах! Эта тварь недохлая!» «Ну, чё ты так разнервничался? Птичку увидал и перепугался до мухрых штанов?» «Но откуда она здесь?» «Оттуда же откуда и я!» «Откуда?» «В смысле откуда?» «Абдул, я ничего не говорил!» «Если совершить ритуал воскрешения вместе, наполненном мощной древней магией, то удастся даже живого человека обратить умертвием без последствий для изменяемого в виде гниения и прочих верных спутников смерти. Только кожа приобретет нехарактерный для человека цвет мела, одежды, что носил превращаемый в момент проведения обряда, также будут не подвержены тлению. Абдул Алхазрет Алхазрет? Смешная у тебя фамилия, коллега? «Сереж, — не выдержал араб, — это не я!» «Ну, безусловно, это я!» Неожиданно спрыгнувшие, бездыханное до той поры тело повалило Абдула на плиты. Сережа в ужасе отшатнулся, забиваясь в угол. Раздалось громоподобное «Ка-а-а-а...» «Вы утверждаете, — Позева уточнила милая, но не особо умная слушащая крупной страховой конторы, Что к вам явился живой мертвец в виде симпатичной стройной девушки с кожей Ммм, секундочку я записала Да, вот, словно у белоснежки Он, ну то есть она, заявила, что ее зовут Трэш Мэш Ммм А после того, как представилась, Мэш начала размахивать привязанной к руке включенной бензопилой Именно И чтобы очень тяжелый для хрупкой девушки инструмент не упал Придерживала его той рукой, где был обрез Ясно Размахивала, значит, требуя освободить квартиру Да, причем немедленно Квартира-то ее Принадлежала ей, поправился посетитель Давно? В двадцать первом веке Но потом хозяйка случайно перенеслась в средневековье И ей пришлось ждать восемь или девять сотен лет, чтобы заявить права на жилье И чем же все закончилось? Она превратила меня в ходячий труп Перед этим, чтобы не выпендривался, вывез зубы ломом Я же прекрасно понимаю каждое ваше слово Да, и почему вы совсем не мертвый? Не то, чтобы прямо совсем не мертвый Уставшая от непродуктивного диалога, страховщица отложила ручку, поджала губы Знаете, проговорила она холодно, вам не сюда надо, а к доктору Эх, тут полно народу С виду нелогично отреагировал на это заявление собеседник Ну да ладно Придя к выводу, что иного выхода нет, мужчина обхватил худенькими ладонями голову в модных квадратных очках, снабженную ряхой вдвое шире среднестатистической и коротко стриженными соломенного оттенка волосами Голову, до странного не вязавшуюся ни с комплекцией посетителя, ни с манерой одеваться, ни с цветом кожи на руках Клиент поднатужился, поборолся А через мгновение раздались громкие испуганные крики людей Под аккомпанемент этих-то звуков, изгнанный из квартиры зомби и оторвал от шеи вместилище мозга самолично убиенного вчера логопеда